На сегодняшнем занятии мы с вами будем рассматривать зодиакальные созвездия не с точки зрения астрономии, а с точки зрения астрологии. Давайте посмотрим, что же такое астрология. Астрология это группа описательных и предсказательных практик, традиций верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и на человека, то есть на нас с вами, на темперамент, на характер, посудки и в конечном итоге судьбу. Так вот, прежде чем говорить о созвездиях, мы должны вспомнить, что такое эклиптика. Эклиптика это большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца относительно звезд. То есть мы смотрим на Солнце и нам кажется, что не мы движемся вокруг Солнца, а Солнце движется вокруг нас, сходит и заходит, движется по небесной сфере, то есть на фоне звезд, относительно звезд. Соответственно, плоскость эклиптики это плоскость обращения Земли вокруг Солнца. Вот и все, да? Давайте дальше. Что-то дальше получается-то. Двигаясь на фоне звезд, оно будет, вся небесная сфера, вы помните, да, разбита на определенные созвездия, и каждая звезда к какому-то созвездию соотносится. Так вот, мы можем говорить о зодиакальных созвездах. Им мы уделяем 12. Они расположены вдоль эклиптики. Нас интересуют эти созвездия, да? Так вот, вдоль эклиптики, то есть видимого годового пути Солнца среди звезд. Ну, название зодиакальных созвездий связано с тем, если вы помните, что большинство зодиакальных созвездий с древних времен уносит название животных. В основе слова зодиак лежит, греческое слово животные, круг. Таким образом, его буквально переводят, означает круг животных. Так вот, пояс зодиак, это пояс 12 созвездий, на фоне которых движется Солнце. Нам так видится, да? И вот Солнце проходит у нас с вами. Ну, например, мы с Земли наблюдаем, что оно проходит вот близнецов сначала, созвездий близнецы находится, потом переходит в созвездие Рака, потом в созвездие Льва, Девы и так далее. То есть в течение года оно переходит из одного созвездия в другое и это продолжается из года в год. Новый год, новое движение движется по созвездиям. В астрологии считается, что в зависимости от того, где находится Солнце в каком созвездии, таково будет влияние. Ну, в данном случае мы говорим о каждом человеке, да? Под каким созвездием вы родились в тот момент, когда Солнце находилось в этом созвездии, да? Таков ваш пенджамин, такова ваша судьба, и так далее, и тому подобное. Ну, давайте посмотрим, долго разговаривать об этом не будем, если вас интересует, конечно, можно и поговорить, но вас, наверное, больше бы волнует другое. Какие созвездия, да? Ну, первое созвездие, которое проходит и считается, что Солнце, движение Солнца начинается, или год начинается, это будет Овен. Это в марте. Давайте вернемся назад, давайте посмотрим. Вот считается, что вот оно первое созвездие, которое нас интересует, которое интересует астрологов. Вот отсюда начинается путь. Овен, созвездие Овна. Вот проходит Солнце, вот этот участок. Это первое движение. Потом второе движение будет созвездие. Александр нас интересует, и так далее. То есть Солнце, первое созвездие, знаков зодиак, считается Овен, и Солнце идет по нему с 21 марта по 20 апреля. Значок Овена, вот такое вот будет. Потом оно переходит в созвездие Тельца, вот значок Тельца. Созвездие Соритное Небе с 21 апреля по 21 мая. Потом Близнецы, Близнецы с 22 по 21 июня, и следующее Рак. Солнце в него входит 22 июня, день солнечного, день солнцестояния, летнего солнцестояния, покидает его 23 июля. Вот он будет значок Близнецов и Рак. Так вот, каковы же мы, рожденные, например, под созвездием Овна? Овен, то есть человек, который родился под созвездием Овна, всегда стремится вперед, решительно осуществляет любое намерение, не теряя себя времени, полонтузиазма и желание отличиться во всем, что делает. Это он. Тельец. Тельец любит приятные стороны жизни, стремится создавать красоту вокруг себя, очень практичен. Близнецы отличаются интеллектуальными способностями, умениями научно формулировать свои идеи. А вот Раки, нерешительность, но страстность в чувствах, выражаемых с драматизмом, романтизмом, эмоцией, влияют на желание и волю Рака. А давайте следующее созвездие посмотрим. Созвездие Зодиак Лев. С 23 по 23 августа. Вот его знак. Дева. С 24 августа по 23 сентября. Вот он, знак Дева. Весы. Вот такой вот значок имеют. С 24 сентября по 23 октября Солнце будет находиться в созвездии Весаха. А вот Скорпион. Смотрите, такой значок интересный. Скорпион. Солнце находится в созвездии Скорпиона с 24 октября по 22 ноября. И давайте. Львы. Что же имеют те, кто родился под созвездием Льва? Они полны достоинства, энергии, но часто высокомерны и айски. Льв не склонен считаться с другими, вмешивается в сужие дела, когда его и не просят. А вот Дева. Дева. Принципиальность практических делах. Отличительная черта у нее. Развитие, осуществление своих замыслов. И действует системнотически и планомерно. Замечают и тщательно анализируют, как умелость. Это основа их успеха. Да. Тех, кто родился под созвездием Дьявол. Весы же проявляют себя в сотрудничестве с другими, способны войти в положение другого и понять его точку зрения, не любят одиночества. Скорпионы проявляют себя энергично, по-вольному, готовы к риску для достижения цели. Для них нет ничего невыполнимого. Или добиться, или погибнуть. Отличаются интенсивностью суд и твердой решимостью. Давайте посмотрим. Последняя четверка. Это у нас стрелец, козерог и водолеи рыбы. Стрелец. Такой значок имеет. Белочка. И созвездие покровительствует рожденным с 23 ноября по 21 декабря. Козерог. Вот такой значок у него. С 22 декабря по 20 января. Водолеи. Водолеи. С 21 января по 20 февраля. Вот такой значок у него. Рыбы. Это последнее зодиакальное созвездие в году. С 21 февраля по 20 марта. Вот так вот. Значит, значок вот такой у него. Ну и давайте посмотрим, чем же награждает нас это время. Время рождения под знаком стрелца. Стрелец оптимист. Честолюбие направлено на высокие стрики. Его оптимизм – источник вдохновения для всех, кто с ним общается. Козерог. Козерог дисциплинирован. Систематичен на работе. Терпелив. Способен к тяжелому труду. Все, что делает, имеет смысл в направленном достижении практической цели. Водолея. Оригинален. Дворчески независим. Стенится внести свой вклад в общее дело. Любит шутки и удовольствия. Контактен. Но мил и скромен. Не будет привлекать к себе внимания. А вот рыбы. Рыбы, они чувствительные, жалостные. Умеют приспосабливаться. Интуиция доведена до ясновидения. Тонко чувствуют подводное течение жизни. Основное, что мы узнали сегодня с вами с точки зрения астрологии о поясе Зодиака. Мы с вами попробуем дальше этим заняться. Ну, интересно. Просто-напросто. И посмотреть, что кроме созвездия, под которым мы родились, влияет на нас с вами. Родиться под созвездиями еще мало. А на этом мы с вами закончим. Всего доброго. Желаем успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...